В эфире Петровка 38 в студии Михаил Шептун. Здравствуйте. Серьезное ДТП на востоке столицы. На улице Молостовых 7-летнюю девочку сбил троллейбус. Она едва не погибла. Ребенок внезапно выехал на дорогу на самокате. У водителя просто не оставалось времени затормозить. Все случилось на глазах у матери. Она ждала дочку на противоположной стороне и ничем не смогла помочь. Екатерина Зотова подробнее. ДТП произошло вот на этом пешеходном переходе утром в 12-м часу. Семилетняя девочка ехала на самокате сначала по тротуару по этой стороне улицы, потом решила пересечь дорогу. Выехала на пешеходный переход на самокате и не заметила приближающийся троллейбус. Водитель не успел среагировать. Девочка оказалась прямо под колесами. Момент столкновения попал на камеры уличного наблюдения. На них видно, что водитель пытается перестроиться, однако слишком поздно. Девочка отлетела на обочину. В районе дома 3 по улице Молостовых произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ранение получил несовершеннолетний. По предварительным данным, водитель, управляя троллейбусом, совершил наезд на ребенка, который переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Страшное ДТП произошло на глазах у десятков прохожих. А мама с этой стороны была. Она где-то в детском саду работает. Она к ней ехала. К маме. Позже мать девочки рассказала полицейским. Дочка действительно ехала к ней. Все произошедшее женщина видела от начала и до конца, но просто не успела спасти ребенка. Там подбежала мама просто с криком. Без куртки, без всего. Бежала и начала на нее орать. Я же тебе говорила, что не надо на самокате ехать. Она просто была в панике, в истерике. У ребенка тяжелые травмы. Девочке была необходима срочная медицинская помощь. На счету была каждая минута. Малышку доставили в больницу на вертолете. Сейчас она находится в хирургическом отделении. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Екатерина Зотова, Сергей Емельянов, Петровка, 38. И еще одно происшествие. На дороге зафиксировали камеры наблюдения. В центре Москвы под колеса автомобиля попала 16-летняя девушка. Школьница переходила дорогу по Зебре. Внезапно из-за притормозившей белой иномарки вылетела красная машина. Судя по видео, ее водитель двигался с высокой скоростью. От сильного удара девушка пролетела несколько метров, прежде чем приземлиться на асфальт. Водитель автомашины Черри С-12, двигаясь по улице Каланчевская от проспекта Академика Сахарова в направлении улицы Большая Переяславская, совершил наезд на пешехода 2002 года рождения. Девушка переходила проезжую часть в зоне действия регулируемого пешеходного перехода. С травмами она доставлена в медицинское учреждение. Девушка выжила чудом. Медики диагностировали у нее перелом плеча. По факту ДТП проводится проверка. Столичные следователи продолжают работать с предполагаемым убийцей женщины на Кутузовском проспекте. Задержанному предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Напомним, тело 57-летней москвички обнаружили ночью 2 апреля. Неизвестный в медицинской маске набросился на нее и нанес несколько ударов ножом. Спустя сутки на Славянском бульваре жертвой нападения стал дворник. Он тоже получил несколько ножевых ранений, но они оказались несмертельными. Нападавшего задержали очевидцы. В ходе расследования данного уголовного дела следователи обратили внимание на аналогичный способ и обстоятельства убийства женщины, совершенного 2 апреля 2019 года. При проведении следственных действий, направленных на раскрытие указанного преступления, следователи получили неопровержимые доказательства причастности к его совершению ранее задержанного мужчины. Под давлением доказательств на допросе мужчина осознался в нападении на москвичку и рассказал детали преступления. Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Суд заключил его под стражу. Воспользовался доверием и угнал машину своего приятеля. 35-летний гость столицы уехал на чужой иномарке без особых проблем, похитив у владельца ключи. Угонщик действовал ночью, но совершить кражу незаметно все равно не вышло. Злоумышленник попал на запись камеры наблюдения. В территориальный отдел полиции обратился 33-летний приезжий. Мужчина сообщил, что обнаружил пропажу, принадлежащей ему иномарке, припаркованную дома на Рязанском проспекте. Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Перерва. Со своей жертвой угонщик был хорошо знаком. За несколько часов до кражи они вместе отдыхали в кафе. Там злоумышленник и похитил у своего приятеля ключи от дорогой иномарки. Взял машину покататься. Ключом открыл, сел и поехал. А ключ где взял? У хозяина. Мужчина уже был судим за незаконное хранение боеприпасов. Теперь ему грозит срок по статье кража. В подмосковных Луховицах полицейские задержали мужчину, который напал на местный зоомагазин. Вооружился палкой, надел маску и поспешил на дело. Налетчика не интересовали ни ассортимент, ни выручка. Он намеренно шел к продавцу. Оказалось, с женщиной он хотел свести счеты. О мотивах нападения Елена Бабаева. Мужчина в капюшине и маске с палкой, обернутой тканью, не спеша заходит в зоомагазин. Лотки, миски и клетки его совсем не волнуют. Пришел он за другим. Неизвестный направляется к продавцу и сразу дает понять, шутить он не будет. Потерпевшая решает, налетчику нужна выручка. Она готова отдать. Но брать деньги визитер не спешит. Тогда женщина решает обороняться пульверизатором. Борьба продолжается еще несколько минут и заканчивается в подсобке. Налетчик отнял у жертвы ее личные вещи. Мобильный телефон и кошелек. В нем было всего 600 рублей. Потерпевшей стало понятно, деньги незваного гостя не интересовали. Женщина находилась в шоке, а когда пришла в себя и просмотрела кадры камеры видеонаблюдения, поняла, она хорошо знакома с налетчиком. Им оказался бывший супруг потерпевшей. Полицейские установили и задержали подозреваемого по месту проживания. При обыске квартиры правонарушителя обнаружены и изъяты предметы, используемые при совершении нападения. Задержанный признался во всем. Рассказал, в тот день он сильно выпил и решил отомстить своей бывшей жене. Говорит, разошлись они нехорошо. Надел маску, куртку. Пришел он в работу к своей жене. Особенно никакой цели не было. Хотел просто так куповать. А получилось, что попал в обзор видеокамер. Хотел пошутить, а в итоге злую шутку с ним сыграла судьба. Теперь за разбой задержанному грозит до 8 лет тюрьмы. Елена Бабаева, Петровка, 38. О других важных событиях из криминальных сводок в нашем ежедневном коротком видеообзоре. На юге Москвы водитель иномарки несколько метров протащил на капоте полицейского. Он оформлял административный протокол, но водитель решил избежать ответственности, убрать с дороги стоящего стража порядка. Полицейский получил травмы. По факту происшествия проводит проверку следственный комитет. 83-летнюю пенсионерку обокрали на востоке Москвы. Незнакомка позвонила в дверь, представилась соцработница и попросила у пожилой женщины паспорт. Якобы для оформления льготной путевки. Пока бабушка искала документ, злоумышленница обшарила шкафы и прикарманила почти 400 тысяч рублей. Подозреваемую тоже пенсионерку задержали во Владимирской области. Даму проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Напал на старика, 43-летний ранее судимый житель Новой Москвы. Зашел вместе с пенсионером в подъезд, несколько раз ударил его и забрал у него 900 рублей. Добычу тут же потратил на выпивку в ближайшем магазине. Подозреваемый в грабеже задержан. Сейчас полицейские выясняют, сколько аналогичных преступлений совершил мужчина. В Калужской области вынесен приговор по делу об убийстве женщины. Как было установлено прошлой зимой, двое жителей Подмосковья вывезли пенсионерку из Московской области в Калужскую. И там столкнули ее с моста в реку. Как выяснилось, целью злоумышленников была квартира одинокой женщины. Незадолго до убийства один из мужчин заключил с потерпевшей договор купли-продажи. Но оплатить за недвижимость никто не собирался. Фигуранты приговорены к 13 годам колонии строгого режима. Житель Приморья получил в подарок баллон с ртутью, спрятал его на приусадебном участке. Вместе с друзьями стал искать покупателя. За 15 килограммов опасного металла приятели надеялись выручить 18 миллионов рублей. Об этом почти сразу узнали полицейские, ртуть изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот ядовитых веществ», совершенной группой лиц по предварительному сговору. В Якутии стражи порядка спасли пятимесячного ребенка от его собственного разъяренного отца. Молодой человек вернулся домой пьяным и начал угрожать жене убийством. А вскоре от слов перешел к делу. Девушку он избил, а потом закрылся в квартире вместе с дочкой. Прибывшим полицейским заявил, что убьет девочку. Марсель Нургатин подробнее. Эти кадры сделаны через несколько минут после развязки семейной драмы. Полицейские вывели на улицу 21-летнего главу семейства. Он избил жену и обещал зарезать своего грудного ребенка. У девушки разбито лицо, она до сих пор в стрессе. Говорит, хорошо, что дочка маленькая и не понимает, что собирался с ней сделать ее отец. После того, как отдохнул с друзьями. Он с друзьями ходил встретиться. Сказала, что пусть приходит в три. Но он пришел в шесть. Я не открывала примерно 30-20 минут. Когда открыл, он сразу начал избивать. Потом парень просто выставил жену за дверь. Соседи позвонили 102. Дебошир тут же заявил, если полицейские зайдут в квартиру, он убьет ребенка. Чтобы вскрыть дверь, на место происшествия были вызваны экстренные службы. В результате полицейские задержали 21-летнего ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью мужчину, у которого изъят нож. Девочка передана матери и вместе с ней направлена в одну из городских больниц. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции на мужчину составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством». Марсель Нургатин, Петровка, 38. 32 коровы и уголовная статья. Пятеро жителей Иркутской области ответят за кражу крупного рогатого скота. Животные общей стоимостью полтора миллиона рублей просто исчезли с пастбища недалеко от деревни Нильхай. Полицейским удалось их разыскать и вернуть владельцам. Материал Максима Ларина. Пойдемте, пойдемте мои спастки. Чудесному возвращению своих зорик, ночек и милок жители села Нильхай Аларского района, кажется, не верят до сих пор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот они все. С коровами, которые несколько дней назад пропали с местного пастбища, сельчане уже попрощались. Но сегодня полицейские вернули людям кормилиц. Каждой семьи заходил человек и опознавал своих коров. Ну, меня жена пришла там, посмотрела, опознала. Потом она вышла, я спастбища, ну что, наши, все идут, да? Она говорит, все шесть. Я говорю, ну слава богу. С пастбища пропали 32 коровы. Обеспокоенные хозяева сразу же обратились в полицию. Стражи порядка проверили десятки деревень, в том числе и в соседних районах. Досматривали грузовой транспорт, на котором предположительно могли перевозить скот. В итоге полицейские вышли на след злоумышленников и задержали их в одном из частных домов в городе Черемхово. На приусадебном участке была найдена и большая часть пропавшего скота, 23 коровы. Остальных животных подозреваемые успели продать. Задержанных пятеро. Им от 22 до 30 лет. Для троих из них кража скота привычное дело. За это молодые люди уже были судимы. По статье кража, совершенная организованной группой в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Максим Ларин, Елена Бабаева, Петровка, 38. Столичный главк посетила делегация полиции Монголии. В ходе рабочего визита иностранные коллеги обсудили с московскими стражами порядка взаимодействия в борьбе с преступностью. На Петровке, 38, гостям показали дежурную часть и рассказали о специфике работы службы 02. На рабочем совещании заместитель начальника главка Сергей Плохих рассказал об опыте работы московской полиции на массовых мероприятиях. Я думаю, что вас, может быть, заинтересует и система обеспечения безопасности, охрана общественного порядка, которая использовалась при проведении чемпионата мира FIFA 2018. Иностранные коллеги рассказали московским полицейским об оперативной обстановке в столице Монголии Улан-Баторе. Гости также оценили эффективность работы в Москве системы «Безопасный город». Мы прибыли в Москву с целью обмена опытом в области охраны общественного порядка. Сегодня мы уже ознакомились с деятельностью дежурной части московской полиции и планируем подобным образом организовать работу на территории Улан-Батора. Еще одной точкой экскурсии монгольской делегации стал музей истории МУРа. Гости также посетили управление госавтоинспекцией, второй оперативный полк и центр профподготовки московского главка. В ближайшую субботу, 13 апреля, столичные стражи порядка приглашают всех желающих в Лужники. Там пройдет традиционный галоконцерт «Московские полицейские москвичам». На сцене выступят победители конкурса художественной самодеятельности среди сотрудников, ветеранов МВД и членов их семей. Вход свободный, начало в 15 часов. Коллектив нашей программы будет обеспечивать прямую трансляцию концерта на сайте московской полиции 77.mvd.rf И на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи.